Приветствую всех на канале девайс. Высокоскоростной интернет становится все более доступным и во многих городах и каждый владелец современного смартфона имеет возможность быстро подключиться к какому-нибудь сайту и обмениваться данными. Но зачастую требуется подключиться к интернету через ноутбук или компьютер в тех местах, где нет Wi-Fi подключения или интернет кабеля. В этом случае на помощь приходят 3G и 4G модемы, речь о которых и пойдет в этом видео. В данный топ я включил 6 лучших модемов для ПК и ноутбука, которые обеспечат стабильное и быстрое подключение к интернету. Я расскажу об особенностях таких модемов, а также оставлю в описании под роликом ссылки на специализированные ресурсы, где вы сможете ознакомиться с ценами на эти устройства. Будет интересно, так что смотрите видео до конца, а если вам понравится данный топ, то не забудьте поставить лайк. Также хочу напомнить, что на канале Девайс регулярно выходят новые рейтинги и обзоры, которые могут быть для вас интересны и помогут определиться с покупкой. Поэтому рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых топов и обзоров. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, а я начну топ лучших 3G и 4G модемов для компьютеров и ноутбуков. Поехали! 3G модем Huawei E352 пользуется большой популярностью у покупателей за простоту настройки и стабильность работы. Он станет отличным вариантом для доступа к интернету в районах, где есть доступ к связи 3G. Модем универсален и прекрасно работает с сим-картами любых российских операторов. По заявлениям производителя модем поддерживает максимальную скорость приема данных до 14,4 Мбит в секунду, передачи данных до 5,76 Мбит в секунду. Как отмечают владельцы, этот модем отлично держит сигнал и практически не теряет связь. Во время работы наблюдается небольшой нагрев корпуса, но это не критично. Сам по себе модем очень компактный, так что его будет удобно носить с собой в кармане. На корпусе имеется индикатор, оповещающий о том, что девайс работает, а также модем имеет защитные колпачок, которые убережет USB-порт от повреждений. Ну а что касается установки, то от пользователя требуется только подключить модем к компьютеру или ноутбуку. Установку драйверов и подключение к интернету он выполнит автоматически. Из минусов модема стоит отметить довольно большую ширину, так что при подключении к ноутбуку он может закрывать соседние USB-порты. Ну а в остальном отличный модем, который подойдет для районов с покрытием сетями 3G. Следующий герой нашего топа ZTE MF833T. Он представляет собой сразу два устройства – USB-модем и флешку. Для этого он оснащен сразу двумя разъемами под сим-карту и карту памяти, что довольно удобно. Можно будет закинуть на него фильм или музыку. Выполнен модем в компактном корпусе черного или белого цвета. На корпусе имеется индикатор, оповещающий об успешном подключении к сети. Также имеется шнурок, который не позволит потеряться крышке. Данный модем поддерживает все современные технологии и стандарты связи 2G, 3G, HSPA+, 4G LTE категории 4 и обеспечивает скорость до 150 Мбит в секунду от любых сотовых операторов, предоставляющих услуги мобильного интернета. Как отмечают владельцы, сигнал стабильный, но у некоторых пропадает интернет и требуется перезагрузка. Впрочем, не будем забывать, что на стабильность и уровень сигнала влияет много факторов, поэтому перед покупкой лучше уточнить, как обстоят дела у сотовых операторов с обеспечением интернетом в вашем регионе. Что касается подключения модема, то вам не потребуется совершать каких-либо сложных технических действий, ведь все программы встроены в его памяти и при необходимости он сам предложит их установить. Модем прекрасно подключается к компьютерам и ноутбукам, работающим на Windows XP и выше, а также на macOS, начиная с версии 10.5. Продолжает на что Палкотель LinkKey. Это компактный USB модем для компьютера или ноутбука, который также можно будет использовать в качестве флешки, если установить в него карту памяти в соответствующий для этого слот. Сам по себе модем очень компактный и выполнен из прочного пластика с покрытием, на котором не остаются следы от отпечатков пальцев. Для защиты USB разъема предусмотрена крышка, а купить такой модем можно в черном или белом исполнении. Максимальная скорость обмена данными у него достигает 150 Мбит в секунду, что обеспечивает комфортный доступ в интернет при условии нахождения в зоне покрытия. Работать модем может с сим-картами любых сотовых операторов, предоставляющих доступ к сетям 2G, 3G и 4G. Сигнал, как отмечают владельцы, стабильный и не пропадает, сильного нагрева во время работы девайса не наблюдается. Настройка модема проста и интуитивно понятна, она осуществляется через браузер. Можно будет включить или отключить устройство, посмотреть настройки подключения и защиты соединения. Там же есть раздел, который позволяет читать и отправлять смс, полученные на сим-карту, установленную в гаджете. В общем, отличный модем, пользующийся большой популярностью за простую настройку и стабильный сигнал. Напомню вам, что узнать стоимость всех героев данного топа вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые указаны в описании. 4G модем Huawei E3372H320 ничем не отличается внешне от обычной флешки. Собран модем качественно. Пластик матовый, на нем незаметны следы от отпечатков пальцев. На выбор можно будет взять белую или черную версию расцветки корпуса. На одной из сторон модема расположены заглушки, под которыми спрятаны разъемы для подключения внешних антенн. Они пригодятся, если вам потребуется увеличить уровень сигнала для более быстрого обмена данными. Правда, антенны в этих случаях никак не фиксируются, так что они могут выпасть во время эксплуатации. Но даже без антенн такой модем, как отмечают владельцы, обеспечивает стабильный и уверенный сигнал от всех сотовых операторов. Он работает во всех частотах, предоставляющих 2G, 3G, 4G интернет, совместим с большинством Wi-Fi роутеров, выпущенных с 2019 года, а также со всеми операторами, предоставляющими высокоскоростной интернет на территории Российской Федерации. Пиковая скорость получения информации, обеспечиваемая этим модемом по заверениям производителя, может достигать 150 Мбит в секунду, а максимальная скорость передачи данных – 50 Мбит в секунду. В плане установки модем не вызывает трудностей, он отлично работает на компьютерах и ноутбуках с операционными системами, начиная от Windows XP, а также совместим со многими версиями macOS. От пользователя требуется только установить в модем сим-карту и подключить его к компьютеру или ноутбуку. Установку драйверов он выполнит самостоятельно. ПО данного модема позволяет изменить язык интерфейса, посмотреть, к какой сети вы подключились, какого оператора используете, можно поменять настройки безопасности и точки доступа, а также читать и отправлять сообщения. В общем, интерфейс скромный, но для устройств подобного типа больше и не требуется. Следующий герой нашего топа – модем Huawei E3372H153. Он очень похож на предыдущего героя видео, но имеет одно важное отличие – в нем есть слот для карты памяти. Так что этот модем можно будет использовать и как USB-накопитель и хранить на нем различные файлы. Качество сборки у этого модема отличное – имеется крышка, защищающая USB порт от внешних воздействий. В крышке предусмотрено отверстие под шнурок, чтобы можно было носить модем как брелок. Также в корпусе устройства имеется заглушка, под которой спрятаны два интерфейса стандарта TS5 для подключения внешних антенн MIMO для усиления сигнала. Они пригодятся, если поедете за город, где слабый сигнал сотового оператора. В плане установки модем очень прост. От пользователя требуется только установить в него сим-карту формата мини и подключить модем к ноутбуку или ПК. Драйверы установятся в автоматическом режиме. По крайней мере, на операционной системе Windows 10 от пользователя совершать дополнительные действия не требуется. Что же касается панели управления, то в ней не очень много опций. Можно выбрать язык интерфейса, включить-выключить передачу данных, изменить настройки безопасности и подключений, посмотреть количество использованных пакетов и длительность текущей сессии, а также отправлять смс-сообщения и обновлять версию ПО для устройства. Что касается скорости соединения, то модем по заверениям производителя способен выдавать до 50 Мбит в секунду на загрузку и 150 Мбит в секунду на отдачу. Конечно, факторов, влияющих на максимальную скорость подключения, может быть много, но, как отмечают владельцы такого модема, он отлично ловит сигналы любых сотовых операторов и обеспечивает достаточно сильный и стабильный сигнал. Завершает наш топ Enidata W140. Этот модем обеспечит стабильный и уверенный прием интернет-сигнала от любых сотовых операторов не только вблизи крупных населенных пунктов, но и в деревнях, где качество мобильной связи оставляет желать лучшего. Модем выполнен в компактном корпусе черного цвета и по размерам соответствует стандартной USB-флешке. На его корпусе имеется индикатор, оповещающий об успешном подключении. Также имеется крышка, защищающая от повреждений USB-разъем и шнурок, который позволит прикрепить модем к ключам, как брелок. Также стоит отметить, что в этом модеме предусмотрен слот для карт памяти объемом до 32 ГБ, так что его можно будет использовать еще и в качестве USB-накопителя для фотографий, музыки, фильмов, документов и других файлов. Что касается подключения, то данный модем поддерживает стандарты 2G, 3G и 4G и способен обеспечить скорость передачи данных до 150 Мбит в секунду. Владельцы говорят, что он обеспечивает стабильный интернет далеко за пределами города. Периодически случаются провалы с 4G на 3G, ну а за пределами крупных городов и такое соединение будет приемлемым для многих пользователей. Что касается настройки подключения модема, то он самостоятельно устанавливает нужные драйвера для операционной системы вашего компьютера или ноутбука, так что танцев с бубном совершать не придется. Интерфейс ПО модема выполнен на русском и очень простой, так что разобраться с настройкой не составит труда. На этом у меня все, ссылки на сайты, где вы можете сравнить стоимость всех участников топа, как я уже говорил, вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайк, если вам понравился топ, пишите комментарии, а также не забывайте подписываться и жать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Девайс. Субтитры сделал DimaTorzok